Доброе утро! Пора просыпаться для Добрых дел. История Добрых дел, так называется, конкурс, который недавно завершился, проводил его Пермский фонд развития предпринимательства. Бизнесмены, помимо своей предпринимательской деятельности, занимаются еще и меценатством, спонсорством и благотворительностью. И вот эти благотворительные социальные проекты и были представлены на конкурс. Одна из победительниц этого конкурса, Татьяна Ефремова, сегодня в нашей студии. Будем говорить о Добрых делах. Доброе утро! Доброе утро! У вас проекты были заявлены, связанные с помощью адресной малоимущим семьями и культурно-массовыми мероприятиями. Вот это такие общие слова, формулировки для номинации, скажем. А в чем заключались эти дела? Ну, что касается культурно-массовых мероприятий, то по роду нашей деятельности предприятие занимается предоставлением услуг в сфере оказания услуг общественного питания населению. Поэтому мы помогали организовывать питание на различных мероприятиях, проводимых руководством нашего поселения, администрацией нашего поселения. Это и мероприятия, связанные с Днем поселка, с Днем пожилого человека, различные спортивные мероприятия. А также мы готовили продуктовые подарочные наборы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны ко Дню Победы. А блины на масленицу? И блины обязательно на масленицу тоже. А что касается адресной помощи? Что касается адресной помощи, здесь мы плотно сотрудничаем с Центром занятости Пермского района. И помогаем людям с ограниченными физическими возможностями в трудоустройстве. Это и инвалиды с рождения, это люди с приобретенной инвалидностью. Вот конкретно пример за 2014 год мы приняли четверых человек на работу. А чем они занимаются? Ну здесь разные специальности. Это могут быть и уборщики помещений, и дворники, и грузчики. Абсолютно разнообразные, разнорабочие. Но все эти люди, мы считаем, должны иметь право на качественную жизнь, зарабатывать зарплату и не чувствовать себя ущербными. Причем, что свою работу они знают и с обязанностями справляются. Причем даже хорошо. То есть это не какая-то помощь, как какой-то подарок или внезапное внимание, а социализация, не побоюсь этого слова. Ну да, можно сказать и так. Но о конкретной помощи тоже хотелось бы упомянуть. Если люди к нам обращаются с какой-то проблемой, то мы никогда не отказываем в помощи. Всегда стараемся протянуть руку помощи и всем, чем можем, им помочь. Я так понимаю, что предприятие у вас не какой-то магнат и не гигант, а небольшое предприятие. Как вы изыскиваете ресурсы для того, чтобы еще и благотворительность и спонсорство заниматься? Ну, конечно, основная цель деятельности любого бизнеса – это извлечение прибыли для дальнейшего развития. Но всегда найдется возможность выделить часть средств на помощь тем людям, которые в ней действительно нуждаются. Как пришли к этому решению, к тому, что это необходимо? Ну, я думаю, что история добрых дел, она начинается с одного конкретного человека – с веяния его души и зова его сердца. Поэтому каждый человек должен подарить частичку добра, тепла и света тому, кто в этом действительно нуждается. И таких людей, которые готовы отдавать частичку души и делиться своим теплом, оказалось довольно много в Пермском крае. 86 заявок на конкурс пришло. Как вы думаете, эта тенденция вообще будет продолжаться? Заразительно делать добрые дела в следующем году, думаете, будет больше заявок? Я думаю, да. Безусловно, это заразительно. И число заявок с каждым годом должно увеличиваться. В нашей семье… Вообще бизнес у нас семейный. И я считаю неправильным, что я одна являюсь победительницей данного конкурса. Так как бизнес у нас общесемейный, то победителями стали мы все. И все занимаются благотворительностью у вас. Да, и мы уже даже не знаем, с кого конкретно… Началась эта тенденция, эта история. Началась эта тенденция, да, история делать добрые дела, помогать людям, протягивать руку помощи. Просто вы начали и не смогли остановиться. Да, наверное, так. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и рассказать свою историю добрых дел. Будьте рядом, впереди немало интересного.